добренькое утро всем сейчас 10 часов утра только проснулся стало жарко в палатке бобры ночью совсем не беспокоили но прилично так замерз спальник вроде весенний осенний до 5 градусов тепла у него комфортная температура но видимо не настолько качественный либо было холоднее но подмерз так прилично часов в 11 ночи начал ощущать холод крутился всю ночь причем холодило не земли как обычно коврик хорошо себя показал холод от земли не пропускал а вот сбоку спальника начинала холодить крутился из головой накрывался ну и под утро заснул только сейчас 10 часов куда солнышко уже пригорело вовсю теперь в палатке очень жарко сейчас иду забрасывать удочки ну и дальше заниматься какими-то своими делами сегодня я изменю немного тактику поставил вот такой плавающий бойл вот так вот он будет на дне подниматься над илом но остальном все то же самое горох кукуруза в прикормке прямо вот такой плоский груз делаю большую такую лепешку будем надеяться что сегодня уже подойдет кто-нибудь серьезный вот так какой-то маленький бобер пошел ну что и супер дальний заброс под коряжку вот так 2 удочка более легкая здесь небольшой крючок горошина и также пенопластик чтобы поднимать от дно и кормушка уже вот такая плюс дополнительный груз чтобы рыба засекалась также забиваем прикормкой здесь заброшу на серединку ух ты надо шпулю открывать я все-таки принес с собой кое-что из продуктов как продуктов просто из съестного это приправа для рыбы перец манка и горох это как бы для рыбы для того чтобы приготовить мастырку и 7 пакетиков кофе растворимого да и чай еще со мной есть а и соль вот все что у меня есть из еды сейчас приготовлю кофе попью и буду ловить рыбку вот это все что у меня осталось из воды была полная баклажка я выпил это за один день это как бы экономил обычная воды пью много да тем более когда на голодание воду пьешь еще чаще чтобы желудок был заполнен и не так хотелось есть поэтому нужно будет что-то думать с питьевой водой сейчас немного очищу от веток и сделаю там небольшое кострище чтобы сварить мастырку вот 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 Использую колышки от палатки для подставки под кастрюльку. Использую колышку. Использую колышку. Использую колышку. Похоже, что буря надвигается. Хотя не передавали по прогнозу, но тучи собрались, ветер сильный. Пока побуду здесь на берегу, потому что несколько деревьев огромных. Неизвестно, куда они могут упасть. Да, дождик все-таки начался. Пойду прятать вещи и накрывать палатку. Мастырку так и не доварил, потому что горох какой-то попался, видимо, старый. Я не знаю, но не разваривается. Уже часа три варится и все еще твердый, плотный. От меня уже закончилось терпение ждать, пока разварится горох. Целый день его уже варю. И все равно попадаются твердые частички. Поэтому буду замешивать так, как получится, так получится. Ну что, не так плохо получилось, как я думал. Встречаются крупицы гороха, но не так много, не критично будет держаться на крючке. Готовую мастырку нужно слепить в шарик и завернуть в тряпочку. И брать по мере надобности, чтобы она быстро не высохла. Вот мастырка готова. Осталось сварить еще порцию гороха для прикормки и на крючок. Вот замоченный горох, он пробыл в воде целый день. Напитался, стал крупным. Кастрюльку я мыть не буду. Буду варить прямо в этой. Сейчас добавлю еще водички. На мастырку, конечно, очень здорово клюет. Но размер рыбки пока не радует. На нее, конечно, может взять и сазан, и другая какая-то крупная рыба. Но за мелочью она не успевает просто. Клюет замечательно, одна за одной. Поэтому на остальных удочках у меня стоит горох, кукуруза и бойлы. Прямо на лету схватило. Ох! Вот так вот, одна за одной красноперочкой. Но сегодня я рыбу не беру, особенно мелкую. Потому что сегодня второй день моего голодания. Возможно, завтра буду смотреть по самочувствию. Может быть, завтра поджарю рыбки или запеку в фольге. А сегодня пока на воде. Да, и завтра нужно будет решать вопрос с водой. Потому что вода скоро закончится. Положила. Опа! Ух ты! О, какая красноперочка! Хорошая. Аккуратно. Иди расти. Дальше. Замечательная погодка установилась. Красноперка все так же хорошо ловится. А крупняк все так же не клюет. Возможно, это как-то связано с тем, что совсем немного ниже по течению стоит бобровая дамба. Или как это называется. В общем, завал из деревьев. И там такая стоячая вода. Много всякого мусора собралась. Пуха. Хлама. Может там просто крупная рыба не проходит сюда. Не знаю, насколько плотно они там укладывают свои бревна. Или просто сазаны не любят соседство с бобрами. Поэтому буду пробовать теперь выше по течению подниматься. Может быть сазаны стоят там. Сейчас пойду проверю свою удочку, которая возле бобровой плотины. Здесь я спрятал прикормку и горох от мышей. Потому что они уже обнаглели. Бегают прямо между ног. Вот горох сварился. Пересыплю его в отдельную баночку. И можно будет еще сварить порцию. Сейчас посмотрю, что там на плотине. Так. Помеха справа. Бобровый перекресток. А тут я по главной. Нет вас там зверюги. Аж страшно заглядывать туда. Такая нора. Эй. Удочка на месте. Ничего не клевало. Я забросил прямо под тот камышек. Там, как оказалось, приличная глубина. Долго падала. Снасть опускалась на дно. Вот видите, как здесь все остановилось. Течения нет. И вот эта пленка на воде. Не очень такое местечко. Сейчас попытаюсь показать этот завал. Ну вот он. Не знаю. Видно вам, нет? Только что опять плюхнулся обобертом возле своего домика. И погреб прямо под всеми моими удочками. Такой след из пузырьков прошел. И поплыл туда к другому домику. Это такой зажиточный бобер. То там поживет, то там поживет. Я вот это подумал. Он вот так курсирует под моими поплавками удочками. А он случайно не ест горох, кукурузу. Я просто не представляю, если он клюнет. Что тогда с ним делать. Бобрик плывет маленький. Не знаю, видно вам будет или нет. Гребет на пляже. Ух, поросенок маленький. Сейчас попробую приблизить. Интересно, если его шугануть. Он на берег побежит или в воду прыгнет. Как думаете? Куда пошел? О, кабанчик. Говорят, что они вкусные. А мне как-то не очень. Не эти. Как их там, кого разводят. Да не боится. Оп. Занырнул. А, вспомнил, нутрий. Некоторые, кто разводит нутрий, их же и едят. Но я как-то обрезываю. Ну что, снова вечер. Красноперка все так же клюет. А трофея я пока и не дождался. Ну, чтобы приводить крупную рыбку. О, снова след пошел. Поплыл. На дачу поплыл, наверное. Чтобы приводить крупную рыбку, пару дней может и не хватить. Поэтому я не отчаиваюсь. Завтра попробую выше по течению. Может там будет сезанчик. А сейчас комары уже заедают. Поэтому прячусь в палатку. И прощаюсь до завтрашнего утра. Пока-пока. Красиво поют птички, да? Вот так всю ночь. Так хорошо засыпать под эти звуки. Помогите. Поплыл. 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 Поплыл.